Привет! Сегодня мы с нашей съемочной бригадой отправляемся на фестиваль «Живая вода дружбы», где будут принимать участие три страны. Это Беларусь, Россия и Украина. С минуты на минуту начнется пресс-конференция, куда мы сейчас и отправляемся. Этот фестиваль миротворческий «Живая вода дружбы» проводится по инициативе клуба «ЮНЕСКО Дружба». В далеком 1997 году собрались делегации трех народов, братьев Беларуси, России и Украины, в городе Гомеле, тогда во дворце пионеров. И эту встречу мы назвали «Зимовый караготсяброк». Во время встречи у нас был круглый стол, и мы обсуждали программу нашей совместной деятельности. Было предложено проводить фестивали. И два года спустя мы провели первый фестиваль. Так что это, наверное, одиннадцатый год должен был быть фестиваль. Но именно в 1999 году мы назвали его «Живая вода дружбы». География, состав участников, программа, концепция фестиваля, она шла в ногу со временем. Но самое важное в этом фестивале остается это миротворческое движение. Это то, как дети, как молодежь в рамках молодежных общественных объединений, детских организаций могут внести свой вклад в построение гармоничного, развивающегося, спокойного мира. И что они могут для этого сделать. Фестиваль без его торжественного открытия, приветствия почетных гостей, иностранных телегазов. Все это так интересно! Давайте же начнем знакомство! ПЕСНЯ У фестиваля за эти годы сложилась своя традиция. Его девиз «К миру и согласию в 21 веке». И программа, в основе программы наших фестивалей, это идея культуры мира. Декларации о культуре мира, организации объединенных наций. Очень много интерактива. Тренинги на основе принципа равной обучает равного в Академии мира. Ролевые игры «Путь к миру», «Возвращение на землю». Вот и на этом фестивале будет ролевая игра в стране фестивальной «Ромашки», посвященная 70-летию Всемирного фестивального движения. Количество участников форума в этом году стало рекордным. В этом фестивале участвуют сейчас уже более 20 делегаций. Ну, достаточно сказать, что на 10-м юбилейный фестиваль приехали молодые люди из 19 клубов ЮНЕСКО Республики Беларусь и 8 делегаций из России, 9-я из города Чернигова, Украина. Что для вас фестиваль? Знаете, мы приехали из Петербурга и представляем Санкт-Петербургское движение добровольцев «Наше будущее» в наших руках. И на самом деле, для меня лично, это первая такая международная поездка, которая имеет международное значение. И для меня, наверное, прежде всего, фестиваль «Живая вода. Дружба» – это возможность нашими идеями поделиться, пригласить к участию в наших социальных проектах другие молодежные объединения разных стран. Ну и, наверное, возможность подчеркнуть что-то для себя. Ну, а для меня это, на самом деле, первая моя такая дальняя поездка. И мы прямо с поезда приехали сюда, погрузились в эту атмосферу, все такие веселые, все такие активные. Для меня это просто возможность общения с другими, ну, как бы, с другими ребятами. Для меня это шанс пообщаться с братскими народами. Это поставить не только культуру России, но и поставить культуру Беларуси и Украины во многом, потому что мы братские народы. Время форума определились победители пятого областного конкурса проектных и исследовательских работ ЮНЕСКО «Образование, наука, культура». А в рамках Академии мира ребята участвовали в тренингах, мастер-классах, а также работали интерактивные площадки. И, конечно же, состоялся творческий вечер, юбилейный калейдоскоп. Это был обзор фестиваля «Живая вода дружбы». С ним вас познакомила я, Софья Старовойтова. Пока!